Какая тема сегодня занятия у нас? А? Что? Вот. Да, ты прав, молодец. Про оптимизацию будем сегодня говорить. Если вы когда-нибудь напишите самый частый поисковый запрос в гугле по SQL это какая-нибудь оптимизация, как бы сделать что-нибудь быстрее. Или там оптимизация запросов в MySQL, оптимизация запросов Oracle или еще что-нибудь. И там всегда куча всякого не очень полезного и так далее. Сегодня я вам не расскажу прямо всех секретов, но я, мне кажется, расскажу вам все, что нужно знать. Все остальное вы там уже как-нибудь в рамках конкретной СОБД порешаете. Что важно? Да, вот есть у нас наши, отлично, так называемые SQL. Или даже я даже не по-другому напишу. Итак, есть у нас наша база данных. А, здесь напишу оптимизация. Сегодня я буду прям рисовать, ребят. Так что вы сегодня как бы увидите, насколько у меня большой талант в рисовании. Значит, любая оптимизация базы данных — это всегда две вещи. Это, как я вам говорил, это SQL. Это ваши запросы на самом деле. Как мы в прошлый раз уточнили или выяснили, что оптимизировать можно и на уровне запросов, да, просто по-другому что-либо просив, да. А второе — это схема. Нет. Я же говорю, я про нормализацию не рассказываю. Потому что есть много людей, которые рассказывают про нормализацию лучше, чем я. Вот. Но на самом деле самое главное в базе данных... На самом деле в базе данных нужно знать всего вообще несколько вещей. Там все очень довольно... Там все прозрачно просто. Вот. А в схеме самое важное, что вы должны знать, это индексы. Что это такое? То есть, по крайней мере, концепцию, что это такое и как с этим жить. И тогда все, в принципе, там довольно прозрачно становится. Мы сегодня все... Основные вещи обсудим. И тогда оптимизация — это довольно простой процесс. Вы, конечно, должны знать вашу базу данных. Вы должны уметь плюс-минус писать разные запросы. Вы должны уметь создавать и понимать, как у вас создаются индексы. Ну и тогда в сумме вы порешаете любую вашу оптимизационную проблему или скажете, что решить ее, допустим, нельзя. Опа, следующий листок. Класс, да? А, я его даже назову. Смотрите, какой крутой стал, да? Называть наши листки. Назову его индексом. Дун, дун. Кто знает, что это такое? Класс, рассказывай. Ну, это что-то типа дополнительного поля, по которому происходит поиск. Ну, типа идишника, только... Неправильно. Нет. Первое. Индексы, можете сказать, что это структура данных. На самом деле. Но чаще всего... Вот как так написал, даже непонятно, как... Блин, некрасиво написал. Ну ладно. Это дерево. Там же текст. С точки зрения... Это слишком сложно для меня. Ладно, пока не буду. Смотрите, это дерево. Давайте я так буллетами. Это как бы... B3. Кто знает, что такое B3? Майс на холле. А? Можно двоечное дерево? Нет. Это не бинарное дерево. Не два дерева. Это не бинарное дерево? И у каждого из них там еще сколько-то детей, да? Это сбалансированные деревья. Помогаю тебе, Игорь. Но ты не так рассказал. Сбалансированные деревья. Кто знает, что такое сбалансированные деревья? Все. Давай без вот этих вот заявлений ярких. Отлично. Кто скажет, что такое сбалансированные деревья? Определение. Которому поиск человек за логарифмами. Нет. Это вообще не так. Количество... Ну, все знают, что такое сбалансированные деревья, но никто не может сказать, что это. Давай, Игорь. Веток не более чем на один из печати. Да. Молодец. Это значит, что разница в уровне максимум один. Нет. Красный черный не обязательно, чтобы не один. Это балансированные? Да. Да. Это БВЛ такое, еще четкое правило. Вот. В балансированные деревьях правило, потому что там логарифм они не всегда. Класс. Ну, ты знаешь, что в деревьях больше, чем я. Окей. Ну, мне достаточно такого, да, что они сбалансированные. Все. Теперь начинаем. Смотрите. Самое простое, что у нас есть. Кто-то создал табличку. Где-то. Да. Просто написал Create Table. И, допустим, вот, допустим, у нас есть такая табличка, допустим, назовем ее Students. Вот у нас Students. У нас есть в этой табличке поле Name. Да, там, не знаю, как обычно у нас там что-то типа ID-шка. И, допустим, группа ID. Окей. Все. И теперь мы пишем простой запрос, который говорит мне Select from Students where Name. Чему равен? Должны были уже знать, Сергей. Сергей. Я же уже говорил этот запрос. Ну, и достаем, допустим, не знаю, все поля. Теперь, когда мы просто создали, если мы просто создали эту табличку, то это всегда, как называется, куча. Да? Либо по-английски heap. То есть они там в зависимости от базы данных, то есть от СУБД могут по-разному храниться, но, скорее всего, порядок их никак не, ничем не задан. Просто создали одну табличку. Тогда, соответственно, вводим новое понятие. Данные на диске лежат всегда какими-то блоками. То есть не построчно. Каждая строчка на своей. А в строчке еще в какие-то так называемые странички объединены. И вот наша там, не знаю, табличка в этот момент выглядит каким-то вот таким вот образом. У нас есть еще какая-то дополнительная структура, какой-нибудь там мэп. Который знает, что вот в этой табличке у нас три странички, допустим. Простейшая реализация. Все. Когда мы пишем такой запрос... А здесь у нас такие какие-то строчки, да? Класс. Видите, я рисую, я говорю вам. Какие-то строчки. Единственное, что может... Как вообще выполнить такой запрос? Когда мы так вот храним постранично и там как бы строчно. Да, да, правильно. То есть мы, короче, берем, начинаем бежать просто... Ну, там, заходим в эту мапу, не принципиально что, находим первую страничку, пробегаем все по ней, потом передвигаемся вот сюда, здесь все пробегаем, потом передвигаемся вот сюда, все прибегаем. Сложность такого запроса какая? Точняк. Мастер Диаев нам говорит, что это ООТН. Вот. Но мы здесь, понятное дело, профильтровали по Сергею, соответственно, это не очень круто, если у нас миллионы записей там в этой табличке, мы всегда будем миллионы там чего-то делать, каких-то операций, проверяя каждую строку. Отлично. Уходим назад. И люди придумали. Бум, бум, бум. Индексы. Давайте будем создавать некоторые индексы, да. Я начну тут еще интересовать, наверное, тогда уже. Что здесь есть? Вот такой рисунок. Индекс — это дерево, как мы уже выяснили. Соответственно, везде там структуры, какие-то крючки какие-то. Везде есть root с двумя ООО. Везде есть какие-то средние кусочки, и везде есть листовой уровень. Да, вот это вот как бы наши листочки все. Классно рисовал? Не очень. Но пойдет для понимания. Смотрите. Теперь утверждается, что если мы создадим такой индекс по колонечке name, да. То есть мы напишем где-нибудь create. Create я начинаю удалять. Вот это вот. Так, нет, это зря удалил. Так, так, вот так сейчас я откачусь. Это мы оставим. Так, чуть. Это маловато, да, мне кажется? И это удалю. Запомнишь, что у нас три колонки. Мы создали индекс по name, да. То есть у нас вот есть индекс по name. Это значит, что если пробежаться по вот этому вот листовому уровню от начала до конца, то, ну и вот, соответственно, и по записям, по всем, то все записи будут отсортированы по имени, да. А если мы бежим как бы сверху, да, то есть, грубо говоря, вот здесь могут быть, там, не знаю, все, что там больше, там, не знаю, m налево, то есть все, что меньше m налево, да, то так просто. Здесь, допустим, вот тут как бы m сюда, а все, что там, допустим, да, m, n, там, колонально, o, p, r, а вот там, начиная с r, вот там сюда, ну, понятно, да. И здесь там, если нам нужно, не знаю, вот там, все, что после какой-нибудь, там, s сюда, а все, что там до, вот на этой страничке. Ну и вот так. И, соответственно, когда мы там ищем s, мы такие, ага, ага, значит, нам сначала сюда, а потом вот сюда, да, и уже на этой страничке ищем всех Сергеев, пока они не закончатся, допустим, на этой страничке, понятно? То есть мы, короче, прочитали сначала эту страницу, потом эту страницу, да, чтобы найти, потом уже отсканили кусочек на этой страничке. То есть мы прочитали раз, два, три, четыре странички, как бы. И понятно, что... Какова скорость такого поиска? Понятно я объяснил? Правильно, логарифм. Я от тебя хотел услышать это. Мастер по дереве. Это ясно, да? Ничего хитрого. Смотрите, в оптимизации данных, в оптимизации баз данных вам нужно знать две вещи. Это сортировка, поиск сортировки и как работают хэш-таблицы. Все. Это на самом деле про сортировку. Мы использовали для сортировки структуру данных, которые называются деревьями. Что это еще значит? Когда вы пишете... Ну, то есть понятно, что такой запрос начинает работать как логарифм от количества записей, там, да? Ну, не от записи, а от количества страниц, как бы. Ну, в принципе, логарифмическая сложность. Когда вы пишете любой insert, когда добавляете новые данные, что происходит? Да. То есть вы как бы находите... Вы сделали insert, вы как бы сначала вставляете что-то в табличку, в table, а потом синхронно обновляете все индексы, у которых есть все поля. Если вы сделали апдейт Сергею, допустим, не знаю, мне и сказали, что я не Сергей, а, допустим, там, Игорь, то вы должны найти мою строчечку вот здесь и переставить ее вот сюда. Ну, то есть на самом деле пораньше. Игорь пораньше будет. Понятно? То есть ничего не бесплатно. В этот момент, как только вы придумали индексы такие хитрые, вы на самом деле ускорили себе select вот такие, но сделали чуть медленнее insert. И в оптимизации это принципиально важно. Вы, скорее всего, всегда делаете что-то быстрее за счет чего-то другого, что становится медленнее. И, допустим, если у вас система, которая очень много, ну, в большей степени вычитывает данные, и этот запрос у вас занимает, там, не знаю, вот такие поиски у вас занимают очень большое количество времени, тогда для вас это нормально. А если вы только и делаете, что вставляете, то создание такого индекса, ну, замедлит вам всю ставку, и вы просто, может быть, не будете успевать принимать весь поток данных. Понятно? Прозрачно это? Вот. Теперь про индексы поехали дальше. В классическом, ну, в классическом понимании есть два типа индексов. Да, вот такое. Они бывают кластерные. И какие? Не кластерные. Что такое кластерный индекс? Это когда кластерный индекс определяет физическое хранение данных в таблице. Это значит, что они реально на диске хранятся, допустим, в этом порядке. То есть если я создам кластерный индекс на табличке Students по нейму, то у меня все данные прямо на диске будут храниться в порядке нейма. То есть все остальные поля. То есть в кластерном индексе вот на вот этом вот уровне, уровне листовом, находятся все данные, все поля. Понятно? В не кластерном индексе там не находятся все поля, там есть ссылка только на кластерный индекс. Вот сюда она смотрит. То есть, грубо говоря, там будет, если мы создадим не кластерный индекс по нейму, то там будет, допустим, Сергей и какая-то айдишка, которая приведет меня в кластерный индекс. Теперь важно. Не у всех с УБД есть кто-то. Смотрите, давайте аналогию простую. Вы берете книжку, открываете книжку, номер страницы, это считайте кластерный индекс. То есть у вас реально все страницы идут по номерам страниц. Вы берете книжку, открываете последнюю страницу, там есть предметный указатель. Да? Предметный указатель, в котором написано, допустим, что там, не знаю, про блокировки, у вас на 25-й странице написано. И это не кластерный индекс. Потому что и... Но то, что написано там, что это на 25-й странице, это как раз ссылка на кластерный индекс. Прозрачно? То есть с не кластерным индексом всегда кластер не существует? Нет, не всегда. Но не кластерный индекс должен куда-то ссылаться. Обязательно. Он либо... Если в табличке есть кластерный индекс, он будет ссылаться на кластерный. Если в табличке нет кластерного индекса, а только не кластерный индекс, он будет ссылаться на некоторый ID-шник строчки. Понятно объяснил? Ни хрена не понятно. Смотрите. Еще разочек. Если вы берете книжку, открываете в конце и видите, что про блокировки, там не знаю, или про SQL Select, написано на 25-й страничке. Вы потом берете эту страничку, листаете и находите на 25-ю страничку и все листаете. Но потенциально у вас книжка могла просто разобранно лежать вот здесь, и вы бы искали бы просто потом перебором, где у меня тут 25-я страничка. В этот момент у тебя бы существовал только предметный указатель, но кластерного индекса не существовало. Есть в СУБД, в которых вообще нет понятия кластерного индекса. Не существует. Такие, как, допустим, Passgress. Там нет этого понятия. Там только не кластерные индексы. И мы, на самом деле, немножко поговорим, какие следствия из этого вытекают. Что важно? Еще раз. На кластерном уровне у вас все данные. То есть вы, грубо говоря, когда открываете 25-ю страничку, у вас там весь текст написан. Да, все поля. Когда в не кластерном только ссылка там, где вы хотите все поля достать. К чему это приводит? Допустим, у меня есть. Сейчас я что-нибудь сотру. И это я тоже сотру, наверное. Поговорим чуть-чуть про кластерный индекс или про не кластерный. Так. Еще кое-что. Да, надо посудить. Пишем сначала какой-нибудь select. select name from students в name равно чему? Понятно. Молодцы. Глупый запрос. Ну, потому что я вывожу имя, которое сам же и проверил. То есть понятно, что он мне вернет. Да? Да. Либо ничего, либо много Сергеев. Ну, в принципе, вот так. Теперь у нас есть табличка students. На ней есть индекс 1 по name. и индекс 2 clustered по id. Понятно? idx это такое сокращение или нет? Не-не, поле у нас есть там было. Да, и табличка students у нас там, не знаю. Давайте напишем тут еще id. А, ну просто мы так назвали их. Просто я так их назвал. Да? То есть какой-то имим дал. Вот, у нас есть два индекса. Кластерный по id и не кластерный по name. Что это значит? Это значит, что на диске у нас физически данные хранятся в порядке возрастания id. Да? То есть сначала идут данные с id1, потом блок данных с id2, потом блок данных с id3 и так далее. Да? Все. Все поля. Здесь, в этом индексе, у нас просто отсортированные имена плюс ссылка на кластерный индекс. Да? Плюс 1, на самом деле. Всегда не явно присутствует какой-то. Вот. Когда мы делаем вот такой запрос, что это значит? Это значит, что по нашему вот этому дереву, ну такой оптимизатор сразу думает, ага, я вытаскиваю name и id, и мне нужно профильтровать по Сергею. Да? Соответственно, этот индекс ему подходит. Он спускается по нашему вот этому вот дереву. Делает где-то сюда, допустим, сюда, потом прочитывает эти две странички, как бы, и все. Это операция спуска. В базах данных чаще всего называется как SIG. Поиск. Да? Как бы спуск по дереву и потом, как бы, что-то делать. Вот. А теперь мы такие берем и добавляем здесь group id. Что происходит? У нас два варианта теперь, короче, выполнить этот запрос. Очевидно, что вот здесь вот нет group id, да, а нам его нужно вернуть. Что это значит на самом деле? Это значит, что оптимизатор может принять два разных решения. Он может начать так же, как мы начали, вот в первом варианте, но потом для каждой строчки отсюда пойти в кластерный индекс. Ну там неважно, вот такой вот. Где на листовом уровне лежат все данные. То есть для каждой строчки отсюда он пойдет в другую табличку. И там найдет group id. Понятно? Это понятно? Для каждого Сергея, да? Да. Он найдет всех Сергеев и для каждого Сергея будет искать его группу. Да, то есть, ну грубо говоря, какая сложность этого? Ну там, грубо говоря, нам нужен логарифм и здесь для каждого еще один логарифм. Да? Ну, короче. Это же логарифм просто на 2 умножить. Нет, это не 2 логарифма. Это не логарифм. Нет, это скорее какой-нибудь там k умножить на какой-то в конечном итоге логарифм. Потому что этих логарифмов потом будет, ну это будет один логарифм, один спуск, и потом еще каких-то k логарифмов спусков. Ну потому что если Сергеев здесь 10, 20, 30, то для каждого из них нужно будет сделать логарифм. А если это плохой фильтр, и у меня в базе одни Сергеи, мы как бы сделаем. Вот, такой вариант у него есть, а есть другой. Вот это на самом деле картинка, я напоминаю, это мой кластерный индекс. Сообразил, нет? Давай вопрос. Давай. Получается вот то, что по имени индекс. Да, вот это вот наш индекс ax1, а вот это вот ax2. Вот в ax1 там лежат только имена, не все данные. Только имена. В этом и смысл. Только имена. И они вот здесь отсортированы вот здесь на этом уровне, да? На предыдущих уровнях лежат как бы тоже имена, но левые границы. Ну или какие-то границы, на самом деле. Ну то есть, грубо говоря, смысл заключается в том, что ты, короче, доходишь вот здесь, бежишь по этому списку, находишь здесь, допустим, не знаю, Марина. Понимаешь, что Марина это больше, чем Сергей. К-Л-М-Н-О-П-Р-С. Нет, значит, Тимофей, допустим, находишь. Типа, ага, Тимофей больше, чем Сергей, значит мне нужно идти налево. Ты уйдут и идешь налево. Если бы ты здесь встретил, допустим, Артур, ты такой, ага, значит мне нужно еще пониже идти. Ну вот как-то доходишь до своего места, потом прыгаешь, потом еще раз прыгаешь и находишь свою страничку. Ну то есть, на самом деле, ты там не бежишь, но не принципиально. Понятно? Понял смысл? Ты главное, что прыгаешь. Ты должен понять, куда тебе идти, налево или направо. И там есть как раз те значения граничные, в которых тебе нужно пойти либо налево, либо направо. Понял? Понятно? Понятно? Ну такое вот дерево поиска обычное, чтобы тебе просто быстро снавигироваться, на самом деле дойти до странички, где у меня вообще Сергей эти начинаются. Может, хочется сказать, что Сергей начинается не в листовом, а где-то вот... Да, понятно, что здесь может быть Сергей, и он как бы тогда поймет и допрыгивает до нужной странички. Да, конечно, может. То есть, он не будет дальше прыгать, если вот он на втором уровне нашел Сергея? Не, он всегда дойдет до низу. Он всегда дойдет до низу, он просто поймет, что если Сергей, то, допустим, ему нужно поворачивать направо и все. Типа, если я дошел. То есть, данный всегда здесь, он всегда добежит до конца. Да? Вот. А в классном паркетишнике? В кластерном, вот здесь, вот на этой области, на этом дереве поиска хранятся айдишники, а на листовом уровне хранятся все данные с айдишниками. То есть, он сначала находит строчки с именами, вот здесь, всех Сергеев, а потом для каждой строки Сергея пойдет в кластерный индекс искать все данные. Но в этом случае за группой ID он пойдет. Ну, ты так и сказал, но я тебя не понял, вот. Поэтому мне пришлось сказать то же самое своими словами, чтобы казаться, что я тебя понял. Вот. Такая операция называется look up, на самом деле, чаще всего. Look up. Ну, то есть, такой как бы запросик туда поиск. Все. Ну, и либо другой алгоритм может принять. Он может понять, что вот, ну, то есть, понятно, что вот здесь, если много данных, то каждый раз спускаться по этому дереву будет не круто. Да, слишком вот этот K может быть большим. Он может быть подумать, что, блин, я вообще возьму сейчас и пробегу по всем этим страничкам. Просто в прямую по кластерному индексу. И каждую строчку просто тупо проверю, Сергей ли там или нет. Понятно? То есть, грубо говоря, если у него всего в кластерном индексе, там, не знаю, там, допустим, пять страничек с данными, то делать вот такую операцию, когда он примерно прикидывает, что у него там Сергеев штук двадцать, невыгодно. Ну, грубо говоря, ему нужно прочитать будет раз, два, три странички, и потом для каждого Сергея еще там по две. В нашем случае, допустим, да. И это получается больше страниц, чем он просто возьмет и вот так вот нагло забрутфорсит. Понятно? 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 Точно понятно? Тут сейчас важно, чтобы вы говорили нихрена не понятно. Тогда я буду что-нибудь по-другому объяснять. Иначе я просто дальше пойду. Смотрите. И в этом состоит оптимизация. У вас как будто бы есть похожий индекс по имени. Вы фильтруете по имени. Но у вас ваш индекс может просто не использоваться, потому что он как бы не является в этом случае покрывающим. Это новое слово, но я его введу потом. Да. То есть он как бы не делает ваш план оптимальным. Тогда... Ну, как бы как это фиксится? Ну, вы берете сюда, добавляете группу ID. Бум. Тогда у вас индекс начинает сортироваться сначала по имени, а потом для одинаковых имен по группе. И тогда у вас группа ID будет вот здесь. И тогда этот индекс, этот запрос можно сделать вот на вот этом вот маленьком дереве без применения кластерным. Понятно? А вот мы достаем еще ID на этом запросе. Да. В той таблице ID везде есть? Да. Да. Неявно. Всегда. Если у нас есть кластерный индекс, чтобы куда-то нас привести, он всегда здесь будет. Если кластерный индекс составной, то допустим вот здесь ID, группа ID, то у нас будет там два поля. Никакой магии. Да, мы должны всегда сослаться на кластерный индекс. Так. Если нет кластерного индекса. Отличный вопрос. Это на самом деле не мешает создавать. То есть смотрите, есть базы данных, в которых вообще понятие кластерного индекса не существует. Потому что они, ну, не существуют. Да. То есть у нас просто вот этот индекс по ID. Ну, какой у нас? Хорошо. У нас нет кластерного индекса. Какой индекс оставляем? По name или по ID? Ну, по name нам как бы плюс-минус все здесь всегда-всегда подходит. Да. Мы как бы по name спустились и потом как бы пробежались. Здесь у нас есть все данные. Но если у нас по ID этот наш индекс. Ну, по всем Сергеям. Вот. И это будет оптимально. Да. Смотрите. У нас как бы... У нас... Так, подожди так. У нас сейчас мы рассматриваем ситуацию, когда вот это не кластерный индекс. Да. По ID. Нет, давайте вернемся. Он будет по именам. По именам. По именам. По именам. По именам. По name. Чтобы Лёше чуть-чуть рассказать еще раз. У нас есть один не кластерный индекс по именам. Это значит, что вот здесь у нас вместе с именем... Вместе с именем хранится еще там... Не знаю. Давайте назовем его row ID. Row ID. И этот row ID... Поэтому row ID в той куче, в которой у нас... А табличка хранится просто вот таким вот списком. Непонятно чего. Без какого-либо порядка. Да. Вот. А row ID просто какой-то вот здесь айдишник. То поэтому row ID потом просто он для каждого раза пойдет и где-то найдет эту страничку. Ну, скорее всего, не пробегаясь по всем подряд, он, скорее всего, пойдет в row ID, пойдет в какую-то внутреннюю структуру, найдет ее страницу и там потом пойдет в нужную страницу. Но это будет не логарифм, короче. Это будет как бы куча. И это зависит от разных реализаций. Но главное, что у тебя всегда должна быть ссылка на то, где у тебя реально лежат все данные. Да. На эту строчечку. Вот. Теперь, если у нас не кластерный индекс по ID. Ну, все еще хуже, на самом деле. Да. То есть мы будем делать операцию уже не SIG, не спуск по дереву, а вот такую операцию. И она называется прозрачно. Как? Тоже на S. Scan. Да. То есть мы будем пробегать по этому дереву, находить строчку и потом бежать опять в эту какую-то там, не знаю, в наш какой-то map. В какую-то структурку, находить там строчку, находить там эту страничку и потом бежать там в нее как-то. А? Что мы сейчас ищем? Мы ищем, мы делаем все, мы делаем, мы выполняем этот запрос до сих пор. Страничка лежат ID просто. Да. Какие-то raw ID. Он сразу в map не пойдет или сразу к данным, если ему по имени. Он потенциально, да, он потенциально всегда есть второй алгоритм, который может пробежаться опять же по всей таблице просто. Как бы да, точно так же. Все правильно. То есть мы будем... У него будет ID и raw ID, да? Да. И он для каждой записи будет входить, да, чтобы проверить, Сергей это или нет? Нет, Сергей у него, да. Скорее всего, в случае вот с этим индексом этот индекс вообще нам не поможет. То есть он просто поймет, что здесь нет никаких полей, не будет его использовать и побежит по табличке по основной. Вот так это будет работать. Егор, не засыпай. Держись. Скучная тема какая-то, я понимаю. Можно открыть окно, кстати. Открыть окно. Понятно это хоть чуть-чуточку? Понятно? Да? Так, теперь смотрите. Есть важное понятие в оптимизации. Оно называется... То есть стратегия... То есть, смотрите, есть такое понятие, я сейчас скажу, как оно называется. Покрывающий индекс. Покрывающий индекс. Это слово индекс. Сам удивлен. Вот. Это значит, что этот индекс полностью позволяет выполнить этот запрос оптимально. То есть там есть все поля, там поля в правильном порядке. И этот запрос... То есть покрывающий индекс, он всегда для какого-то запроса или для группы запросов. Этот запрос позволяет выполниться максимально быстро. Вот грубо говоря, какой запрос должен быть для этого... Какой индекс будет покрывающим для этого запроса? По нейму? По нейму? По нейму? Ну, допустим, у нас... Допустим, не кластерные мы рассматриваем. Забыли про кластерные. Какой индекс покрывающий? Name. Name. Group ID. И группа ID, да? Смотрите, в индексе принципиален порядок. Это все понимают? А? Почему? Правильно. Почему принципиален порядок? Давайте мы сначала... У нас будет первый кандидат в индексы и второй кандидат в индексе. И во втором кандидате в индексе будут все те же самые поля. Но в другом порядке. Конечно, индекс это просто задание определенной сортировки. Да, и поиска. Если ты начнешь свой индекс с ID, ты этот запрос уже все пропал. То есть, по факту, получается, ты сначала отсортировал их по ID, и все, тебе уже не выполнить никак это, да? Потом в рамках одинаковых ID по name, значит, соответственно, ты уже быстрый фильтр просто по name не сделаешь. Для этого запроса ничем. Да, для этого запроса ничем. Но если у нас есть запрос, который, допустим, еще... Вот теперь мы дописываем здесь and group ID, не знаю, равен 3, то какой индекс нам нужен? Name, group ID ID. Да. Name, group ID ID. Все правильно. Потому что только... Потому что только... Ну, нам либо... А, группа ID или name? Да. Смотрите, у нас есть такой вот выбор. Бум-бум-бум. Бум-бум. 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 Так, сейчас. У нас есть такой выбор. Типа name. Группа ID. Да. А здесь? Versus. Group ID. Name. Ну, оставим за скобками ID, не принципиально. Оба, на самом деле, позволят нам выполнить этот запрос быстро, максимально. Да? Какой создавать? Смотрите, да. Первое, что мы должны принять во внимание, есть ли у нас селекты только с фильтром по name или только с фильтром по group ID. Да? Потому что тогда индекс по group ID и name будет помогать и тому запросу тоже. Еще что? Допустим, таких нет. И у нас всегда фильтры вот только такие запросы. Как так? Какой из них выбирать? По структуре данных, которые в поле. То есть, если там строковые или... Да, возможно, но нет. То есть, идея заключается в том, что... Ну, насколько я понимаю... Руслана. Идея заключается в том, что, может быть, числа быстрее сравнивать, чем строки, поэтому начнем, допустим, там, не знаю, с чисел первой колонкой, а потом поставим строки. Как-то так. Я знаю, что даты очень много. Ну, вот. Но нет. Смысл заключается в том, что в базе данных это никогда не является узким местом. То есть, там разница, конечно же, есть, но она никогда не влияет на перформанс. О чем нужно, на самом деле, думать? Количество разных именов. Именно. Игорь, ты прям умничка сегодня. Прям молодец. Прям самый правильный ответ, да? То есть... Тоже хотел так ответить? Блин, Леш, ты тоже такой молодец, но просто скромный очень. Вот, да. Самое главное – это количество различных параметров, именно различных значений по этому полю. То есть, если, грубо говоря, имен у нас больше, чем групп, ну, потенциально разных, то советую начинать именно с имен. Потому что тогда по этому дереву ты просто быстрее добежишь до более маленького кусочка данных. Да? То есть, если вы представите себе это дерево, то у вас два варианта. То есть, сначала отсортироваться по имени, а потом по группам. Либо сначала по группам, а потом по именам. Так вот, лучше сортироваться так, чтобы у вас сразу же после первого фильтра оставалось поменьше данных. Да? Если имен больше, то лучше сортироваться, начинать сортироваться с имен. Потому что у тебя конечное дерево после первой проверки сразу станет более маленьким. Понял? То есть, типа, ты, грубо говоря, в среднем, когда ты отфильтруешься по имени, ты получишь там, не знаю, еще 20 записей по группам. Ну, там, допустим, да, 20 разных Сергеев. А группы, если, допустим, это будет не группы, а пол, то ты, грубо говоря, начав индекс с пола, просто оставишь половину себе множества. Не сильно себе этим поможешь. Да? Вот если такой крайний пример принять. Давайте теперь дальше. Понятно, что такое покрывающий индекс? Основная фишка покрывающего индекса, это просто ускорять какой-то один запрос. Либо семейство запросов, да? Делать его максимально подходящим под какой-то запрос. То есть, вы такие, как оптимизация работает? Вы такие смотрите обычно такой, ага, в чем, в чем как бы плохо, ну, в чем не круто как бы, да? Если я беру, у меня были вот эти два индекса, я кто-нибудь взял такое и дописал здесь какой-нибудь, ну, допустим, самый простой пример, да, допустим, вот такой вот. Ну, да, допустим, фильтр по last name. Или вот здесь выбрал какой-нибудь last name. То все могло развалиться. Реально. То есть, у нас были индексы, которые работали идеально под эту штуку. Потом кто-то добавляет фильтр либо поле, как меняется бизнес-правило, и ваш перформанс просто проваливается, да? То есть, и вы такие опять начинаете смотреть, что изменилось там и так далее. Что еще важно в оптимизации, да? То есть, ну, давайте просто сразу все по индексу. Если я напишу здесь order by last name. Какой должен быть индекс? Ну, какой, где он должен быть? В порядок, давайте в порядок. Ну, мы поняли, что, допустим, индекс у нас будет начинаться с группы ID, потом там должно быть имя, да? Потом, наверное, last name. Да. Ну, мы так решили, что групп больше, чем имен. Ну, я просто так, ну, не принципиально, да? Здесь можно их переставить, да? Там, парам-пам-пам, парам-пам-пам. И вот здесь, если у нас какой-нибудь есть еще, не знаю, поле comment, то вот оно должно идти последним. А ID у нас, ну, допустим, да, допустим, ладно, ID. Черт с ним. У нас, если один индекс, да, то вот только после этого у меня может идти ID. Потому что вы должны четко понимать, как будет работать оптимизатор. Ему нужно сначала сделать фильтр, да? Поэтому в индексе сначала поля для фильтров, потом он сделал этот фильтр, у него осталось, как бы, кусочек данных, и потом он начинает, как бы, использовать отсортированные уже по имени, по last name. Поняли? Поняли? Да, то есть, как бы, именно так, то есть, понимая, как будет работать, выполняться этот запрос, вы можете подогнать ему это все. Если вы, допустим, не добавили last name, да, там, не добавили last name, то он за этим last name куда-то сбегает, ну, допустим, кластерный индекс, либо там просто в данные, получит эти, не знаю, там, 50-100 строк, и потом будет вынужден делать сортировку. Да, и вы потеряете там, ну, ну, время на то, чтобы отсортироваться. Но добавив сюда last name, вы, как бы, тоже, на самом деле, опять же, эту сортировку никуда не теряете. Она у вас до сих пор происходит, но она происходит когда? Инсерта. Да, в момент инсерта. Если вы делаете апдейты, в момент апдейтов, да, то есть, на самом деле, но не в момент селекта. В момент селекта у вас просто они в каком-то порядке уже отсортированы. Понятно это, да? Или нет? Понятно? Всё. Ну, давайте дальше немножко про оптимизацию и… Нет. Ну, да. Давай. Давай, короче, запишем. Смотри, мы делаем вот сюда, записываем. Пишем last name. Да. Да. Last name. Окей, отлично. Теперь у нас есть какие индексы? Не кластерный по name. И какой ещё? Group ID. Отлично. Group ID. И что ещё есть? Есть ещё кластерный, да? Просто по ID, я понимаю, наверное. Кластерный, да? Допустим, кластерный по ID, да? Да. Отлично. Чего спрашиваешь? Как будет работать? Нет, не как будет работать. Просто ты говорил, что если мы делаем такой запрос, то у нас всё крашнется. Не крашнется, нет. Не то, что покрашнется, а то, что это будет дольше работать. Будет дольше работать. А если у нас два индекса, то будет дольше работать? Конечно. Конечно. Смотрите, это на самом деле такой же пример, который я тогда рассмотрел. Как это будет работать? У нас есть два варианта, как я уже объяснил, это сделать. Либо мы делаем... То есть я их прямо так как-нибудь попытаюсь сейчас записать. Пум-пу-рум-пум-пум. Вот так. Пум. Первый вариант. Это индекс SIG по табличке, ну да, смешное слово, но придётся потерпеть. По индексу ax плюс потом SIG по кластерному индексу. Да? Вот как бы здесь на самом деле для каждой строчки. Второй вариант. Это скан по кластеру. Вот такие два варианта. Понял? Ну, то есть как бы, ну, магии никакой не происходит. Если у тебя... Если ты его спросишь, достай мне колонки, но у тебя она есть только в кластеровом индексе, он туда и пойдёт. И достанет её тебе. И так как тебе нужно... Вот. И дальше будет зависеть на самом деле, самое главное, от оценки, сколько вот здесь вот записей он вернёт по фильтру SIG. Да? То есть вот здесь на самом деле заложена самая магия вот этих баз данных. они должны оценить примерное количество записей по любому фильтру. Да? То есть, грубо говоря, вот, не знаю, представим какую-нибудь... Ну, простой вариант – это когда данные нормально распределены. Да? То есть всех там имён примерно одинаковое количество. Ну, там, может быть, там, небольшая разница. Да? Там Сергей, там, Алексеев, там, примерно одинаковое количество. Ну, может быть, в худшем случае, там, не знаю, кого-то там побольше. Вот. Но если данные не нормально распределены, а, допустим, мы в Китай, и там, короче, все ли, и я один Сергей, то очевидно, что план выполнения запроса, если я фильтрую по Сергеям, либо я фильтрую по Ли, должен быть разным. Ну, грубо говоря, Сергей один, он, ну, там, два, ладно, три, неважно. Он, короче, найдёт здесь три строчки и три раза по ним поищет. И всё отлично. У него всё будет быстро. Но если, там, не знаю, девяносто пять процентов китайцев зовут, или японцев, и не хотелось бы, чтобы это выкладывали в ВНЭП, начнётся, что я не люблю другие страны. Но если, как в какой-то стране людей, большую часть людей зовут Ли, тогда, как бы, вот так будет быстрее просто работать. Мы просто пробежимся по всем этим данным и вернём, как бы все, профильтруем по всем данным. То есть очевидно, что от значения фильтра вот здесь зависит, какой план выбрать, какой будет быстрее работать. Поэтому любой оптимизатор должен обладать некой магией, как он вот такие фильтры разберёт, конкретные значения там посчитает и прикинет, что по этому фильтру вот на такой табличке, скорее всего, вернётся, там, не знаю, сотка строк. Либо по этому фильтру вернётся, там, миллион строк. И от этого он должен выбрать тот или иной план выполнения. Либо вот этот, грубо говоря, либо вот этот. И так вообще со всем, да, что происходит в базе данных. То есть это самый простейший пример, и понятно, что здесь уже есть варианты, как это сделать. Поехали дальше чуть-чуть. Можешь спросить? Нет. Ну да. Давай. Для этого у нас появится lookup. Да. Чем она отличается? Нет, подожди, вот это хорошо. Вот это и есть lookup. Вот эта вот операция, она иногда называется lookup. То есть… А это поиск данных? Ну да. Это поиск дополнительных полей в кластерном индексе. То есть ты как бы, ну, просто такой вот, как бы, ты бежишь по записям вот туда. Это и есть на самом деле lookup. А теперь смотрите, что интересного можно сказать. Как работает passgres, допустим? passgres всегда дописывает, то есть всегда хранит записи, грубо говоря, последовательно. То есть у него вот есть табличка, и он дописывает данные в конец. Мы там еще на следующий раз разберем там всякие сложности с локами, ну, с интересными локами. Ну, вот он так дописывает. Вот так вот, да, всегда. Что это ему позволяет делать? Это быстрая вставка, на самом деле. Запись просто в конец, да. То есть ты всегда просто наращиваешь, и у тебя все прекрасно, да. То есть как бы тебе не нужно перестраивать это кластерное дерево. Но у тебя пропадает понятие кластерного индекса. Абсолютно. Его не может быть. Да, то есть потому что у тебя всегда порядок строк, это порядок там... Грубо говоря, когда ты апдейтишь запись, ты в passgres пишешь новую версию строки. Да, то есть ты не меняешь ее in place, допустим, как в SQL-сервере. А ты или там в MySQL, насколько я понимаю, в каких-то инжинах. А ты пишешь новую строчку. Понятно? Нет, не удаляешь. Ты, короче, просто пишешь новую строчку, даешь ей новую версию, и эта строчка просто обладает предыдущей версией. Утечка памяти? Ну, это отдельный процесс, как бы, но в этой методологии у тебя быстрая вставка, потому что просто, короче, набрасываешь что-то в конец, как бы, быстрые апдейты, потому что ты тоже на самом деле быстро вот это все делаешь. Тебе не нужно перестраивать все эти индексы. Ты как бы, да, все. Он узнает. То есть у него всегда, ну, как бы, в следующий раз поговорим про версии, вот про это все, когда будем поговорить про локи, да, но смысл заключается в том, что в passgres, допустим, приняли такую вот, такую формат хранения данных, который позволяет делать им одни операции быстрее, но, очевидно, другие операции медленные, да, потому что они всегда на самом деле работают через lookup. Да, ну, то есть, грубо говоря, когда данных нет в своем, то есть все индексы не кластерные автоматически, и всегда, если тебе не хватает данных в самом индексе, ты, короче, должен будешь бежать и находить эту строчку в этой табличке. То есть у тебя, не знаю, вот, допустим, если у нас вот этот вот индекс, делаем его кластерным, да, кластерным, кластерным, не знаю, делаем его кластерным, это кластер. Просто почему-то мы так решили. А вот этот вот бум просто удаляем. Соответственно, вот этот запрос будет работать идеально. Да, даже если у нас здесь нет last name, у нас last name будет рядышком с этой строчкой на листовом уровне. Помните, в кластерном уровне? То есть в листовом уровне на кластерном индексе там все данные лежат. То есть как только мы отсортировались, нам не надо будет никуда идти, мы last name достанем сразу же оттуда. Да, и такой запрос превратится просто всегда что-нибудь такое, типа в кластер, индекс, сик. То есть это будет всегда спуск по дереву и все. И у вас на нижнем уровне всегда будут данные. Так. Класс. Теперь. Много еще можно что рассказывать про индексы. Давайте я что-нибудь лучше поспрашиваю. Давай. Как создавать индексы? Да, все индексы. Ну это всегда можно найти. Они в разных СУБД разные. Единственное, что тебе обязательно придется указать колонки, по которым ты как бы все это делаешь, да? Ну то есть и сортировку в этих индексах. Так. Давай. Они создаются, когда создается база данных, как это проектируется? Или? Нет, ты можешь их на горячую создать. То есть у тебя есть уже база. Данные перемешаются? Нет. Они просто, это же дополнительная структура. У тебя есть рабочая дана, ты понимаешь, что у тебя есть новый запрос, вот такой вот, он начал тормозить. Ты просто берешь и пишешь create-индекс, называешь его каким-то образом и говоришь, что колонки там будут, там, name и группа id. Ну база же должна работать. Правильно. В этот момент, как только ты послал их, она такая, ага, берет эту табличку, начинает сортировать по этим колоночкам и вот создавать всю эту структуру. Как только она это сделала, она создалась, все твои инсерты в этот момент, начинают менять этот индекс и апдейты, если они тоже задействованы. Понятно? Если табличка огромная, большая, это может занять там дофига времени. Да, и там есть там, не знаю, синхронность, это не принципиально, да. Если маленькая, то быстро, но это чаще всего можно делать в онлайне. Вот. Так, смотрите, что мы сейчас будем делать. Давайте я сейчас что-нибудь напишу. Так. Так. какое здесь будет имя но нет иначе неинтересно бы да и теперь у нас есть варианты индексов 1 это по нему и по группой d2 по у вас на ему и на ему 3 так этот второй так что я короче расписался так и 3 x 3 типа айди группой d4 по огонь и x5 по нему и у вас вообще посмотрим что где-то косячу так 5 и 6 x 6 это группой d иные так чеки ты повторяешься получились первые и 4 давайте удалим какой-нибудь из них так теперь у нас есть пять вариантов индексов какой из них подходит для этого запроса номер шестой номер шестой это синий кластерный допустим так ну смотрите сказали что подходит первый да и шестой да правильно и здесь как бы опять возвращаемся к тому вопросу какой из этих но какая колонка обладает большей селективности так теперь мы напишем вот здесь что-нибудь типа властный да а фильтр оставим допустим только по имени а второй точняк точняк единственно который пока подходит на самолета 5 все остальные не подходят вообще никак так давайте еще какой нибудь напишем здесь напишем власт равняется не знаю м допустим принципиально и вытащим чего-нибудь типа 2 5 да непонятно биджет айдишник но если есть кластерный индекс и пайпай пайди да то подойдут 2 5 какое скорее всего лучше будет 2 да потому что скорее всего фамилий больше чем имен ну у нас по крайней мере стране это работает если да смотрите да отличный вопросик отличный молодец лёха классный вопрос чё спросил смотрите давайте проведем эксперимент что произойдет если мы вот здесь напишем ор ну и допустим будем вводить здесь айдиный ну допустим классный какой мне нужен будет индекс ага правильно потому что одним индексом это уже не сделать смотрите да но потому что нельзя мне нужно сначала подсортировать по ну то есть грубо говоря вот для этого за а для этого условия полосные ему мне нужно начать сортировку сластные м а а вот для этого по имени и тогда на самом деле такой простой запрос будет выполняться как всегда двумя способами первый способ допустим у меня есть два индекса да допустим у меня есть а x1 по нейму и а x2 допустим полосные первый способ я делаю поиск по допустим а x1 и потом допустим делаю поиск по какому я сначала буду искать скорее всего полосные ему правильно поэтому скорее всего оптимизатор сначала будет искать чтобы поменьше данных вернулась по x2 и потом для всех людей чья фамилия буква м он будет искать что их зовут дима да тут у сначала на правильно не так вот будет все правильно вот просто он был сначала сделает вот это сначала сделать вот это а потом сделает вот это и ему нужно будет еще как-то нет ему нужно будет просто это соединить правильно делать плюсик такой то есть на самом деле это это запись эквивалентно запросу select id name last name from students where last name равно m union all то же самый запрос пенэм равно дима они эквивалент этот ор эквиваленте на юнионол в этом случае да значит соответственно ответственно должен сделать юнион то есть он вернет одну конечно же здесь он тоже вернет одну вот это первый вариант вторую лёш не знали мне так часто вопросы хорошие настоящий на это не успел петь второй вариант какой всегда скан точняк все как бы и здесь здесь как бы сразу же оптимизатор будет оценивать что ему легче сделать вот этот вот индексик этот индексик и потом там проделать это дополнительные махинации чтобы вернуть одну строчку либо просто отсканить все и проверить сразу два условия на каждой строчке то есть все на самом деле просто да и и когда вы оптимизируете что-то вы на самом деле в хороших случаях должны ставить себя всегда на место оптимизатор и смотреть какие у него вообще есть варианты как он действует вот и все да и хороший оптимизатор он всегда умнее вас хороший плохой не всегда умнее вас вам нужно ему подсказывать чем-то да то есть нормальной оптимизации вы просто должны ему такие подсказать там не знаю как-то создать индексы по крайней мере да то есть допустим он выбрал у вас скан это работает медленно это сделал у вас такой запрос вот работает медленно что вы можете сделать вы можете создать два индекса допустим да и проверить вторую стратегию будет ли вот такая вот стратегия в принципе быстрее чем вот такая то есть мы ему говорите теперь у тебя оптимизатор есть выбор по крайней мере да ты можешь как бы либо сканить как раньше либо сделать 2 2 операции сик и он как бы должен принять этого внимание и выбрать и он на самом деле в этот момент тоже может быть скан да а может быть кого чувак наконец-то создал мне подходящий индекс и и пойдет вот поэтому вариант с индексами с точки зрения оптимизации плюс минус все там есть еще очень много всяких тонких моментов про фрагментацию но мне кажется это не очень принципиально вам главное понимаешь что за структура данных что вы можете с ней делать да и она на самом деле в моем понимании очень простая да то что такой индекс но вы должны как бы это все держать голове но индексы могут быть по двум таблицам одновременно нет правильно это правильный ответ то есть внук в классике ты не можешь создать индекс на две таблички никак ты можешь создать специальную табличку которая как бы ну будет содержать в конечном итоге поля из разных таблиц то есть да какую-то сделать агрегацию и на ней построить индекс для какой-то но в конечном итоге у тебя одна ну 1 индексы всегда привязаны какой-то табличке к одной это важно так что же дальше происходит дальше мы всегда должны как бы ландовать все даю тогда что же происходит то есть ну индексы понятно помогает когда мы как бы селектим что-то из одной таблички что же происходит когда мы делаем другие операции допустим самая понятная нам операция операция джойн у нас есть тем более мастер джойнов да ты внимаевого молодец помнит смотрите в классике есть три алгоритма джойна первый какой первый ребят сколько у нас времени прошло час 10 минут час 10 минут давайте перерыв нормально повторю то что уже говорил смотрите когда мы пишем какой-то SQL посылаем его в bd посылаем его в bd да пишем говорим bd а пишем db да вот то что дальше происходит какая-то определенная магия у нас здесь есть оптимизатор 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 он там делает какую-то убер умную штуку выбирает какой-то план и в общем вот здесь он на выходе отдает нам план план запроса на самом деле план выполнения запроса то есть вот он раз он там парсит этот SQL и говорит как его нужно как бы лучше всего выполнить потом у нас есть какой-то выполнятор да он там берет этот план и такой и начинает как ну какой-то рабочий начинает там ходить в bd там что-то делать там что-то реально выполнять план и отдает эти данные все просто а важно вот это нужно построить этот план и всегда оптимизатора две задачи первая задача какая то чтобы этот план был быстрым вторая задача он должен его быстро строить и и сотой 5 секунд а потом выполняем одну секунду общее общее время 6сек работать да если мы строим план одну секунду потом выполняем три секунды план хуже он дольше работать на общее время 4 секунды поэтому всегда оптимизатор должен работать на то, чтобы потратить какое-то определенное количество времени, чтобы построить может быть не самый лучший план не best of the best но настолько хорош, насколько ему там было дано времени и там очень много магии с этим связано в том смысле, что как это можно сделать вот но оптимизатор как раз в этом его и сложность, он не может потратить неделю, чтобы выбрать вам самый идеальный план который потом будет, не знаю, работать пару секунд или один раз всего отработает все это тоже мы вернулись и теперь я так раньше не делал у меня же получилось один раз не знаю вот и теперь про сам план а я все у меня получилось спасибо и теперь про сам план запросов да, понятно, что мы уже немножечко немножечко я там лан этого коснулся некоторые слова я говорил там, да это может быть сиг понятно, что это в разных базах может быть по-разному написано и интерпретироваться будет по-разному но это какое-то использование индекса да, спуск по дереву это какой-то скан полный просмотр таблички да, это ну это как бы две основных операции как используются индексы какие еще бывают мы как раз сейчас про это немножечко поговорим и потом допишем любой join который может выполниться напишем здесь так join может выполниться в принципе тремя главными логаритмами есть вариации но логаритмически есть три самых важных и теперь поставьте себя на место человек который разрабатывает базы данных у вас есть метод в который приходят два списка вам нужно отдать на выходе еще один список да ну допустим поджонить их по одной колоночке какой-нибудь как что бы вы написали вот в теле этого метода ну просто да вот вы просто вот как ваша задача получили два списка нужно отдать третий список чтобы у них там не знаю поле было одинаковое какое-то первую строчку с первого списка срепляем просто два цикла два цикла так он называется этот список этот этот алгоритм типа как loop join то есть просто сложность какая ну квадрат класс класс второй вариант какой хэш-таблицу построить предлагает нам Вадим да такой сейчас я вам объясню это хэш-джоин в чем его идея у вас есть список а и список б вы выбираете одну из этих одно один из этих листов какой какой из них мы сейчас проверим то есть ну дальше поговорим строите по нему хэш-таблицу за сколько ну какова сложность построения хэш-таблицы ну то есть да первое это build build хэш-таблиц какова сложность отлично вот допустим один получили здесь ну вот он запомнили да запомнили потом вы берете что мы дальше делаем нет правильно easy это такой вот типа и здесь какой у нас такой вот один цикл по а2 правильно и для каждого где внутри вы для каждого ключика из а1 проверяйте что есть такая запись в этой хэш-таблице правильно какова сложность такого соединения отлично да то есть как бы ну там понятно там линейная по факту да еще какой-то алгоритм хэш-хэш джоин понятен был всем теперь вопрос какую табличку выбрать чтобы построить по ней хэш-таблицу а большую неправильно ну допустим как бы с типом джоином сейчас тоже определимся какую большую или маленькую маленькую конечно маленькую ну зачем нам ну то есть хэш-таблица должна где-то лежать в памяти да и мы типа у нас пришло две таблички в одной 10 строк во второй миллиард мы такие давай построим хэш-таблицу по миллиарду и мы такие зафигачили это все в память создали там кучу байкетов там все-все-все-все-все и потом 10 раз притрелировались по второй и поискали там 10 строк изи да как бы кажется что по маленькой нужно строить вот теперь какие типы джойнов мы поддерживаем допустим если мы напишем джойн где поле где поле а будет больше поля б можно такое через хэш-джойн сделать нельзя правильно только если у нас равно хэш-джойн работает понятно почему да ну потому что в хэштаб в хэштаблице у нас только тупо равенство если либо есть элементик либо нет третий вариант какой ну дерево либо отсортировать да допустим но это нам ничего не дает да ну то есть как бы ну такое ну то есть понятно что там участвует где-то сортировка и такой алгоритм скорее всего называется либо мерзжойн либо сорджойн кто знает как работает мерзжсорт класс ты просто мастер алгоритмов что ли все знают как работает мерзжсорт расскажите какова сложность мерзжсорта вот а там есть такой кусочек класс и там есть такой кусочек самого соединения и вот он какой грубо говоря да он от n все правильно и теперь представим что у нас два множества отсортированы да у нас два списка изначально отсортированы какова сложность их соединения в этом случае да линейная да то есть два списка у нас сортированы то используют кусочек из мерч сорта их можно линейно соединить ну просто помните даме сорт просто сразу по двум бежишь и выплевывать просто как бы все что соединяется да ну то есть понятно 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 слав всем понятно да окей сложность мерч сорта какая как бы на самом деле она в лучшем случае даже может быть и м если сортировка не нужна да может быть если сортировка нужно там еще там n лаген да вот так вот а теперь когда не нужна сортировка правильно молодец какой то есть у нас есть допустим два индекса они отсортированы то есть данные отсортированы мы соединяем их то есть можем за n вообще соединиться то есть в лучшем случае мерч джойн работает как хэш джойн вот теперь вопрос какой из них самый хороший алгоритм хэш неплохой да на самом деле нет ни одного из них самого хорошего понятно что все это зависит от входных данных во первых лук джойн работает всегда просто этот алгоритм самый вообще крутой да то есть там все знаки меньше либо равно работают все там понятно и примитивно более того если у вас хотя бы одна табличка маленькая он там не знаю 5 10 строк то n квадрат вырождается практически квадрат маленький получается да вот он не требует никакой дополнительной памяти нигде да и не требует никаких дополнительных операций если вам повезло и у вас уже два множества сортированы по ключам которым вы сортируете со всем остальным то конечно мерч мерч джойн самый крутой да это просто n и все но в жизни так не всегда хэш джойн на самом деле хорош когда у вас большие таблички если у вас одна хотя бы табличка очень большая и вторая допустим уже не такая сад не совсем маленькая то положив маленькую в хэш табличку вы получите как бы n и используйте немного памяти но хэш джойн требует памяти да то есть вам нужно то хэш таблицу где-то хранить вот и туда бегать дальше другой параметр хэш джойн хорошо параллелится то есть вы можете эту как эту взять табличку разбить на какое-то количество допустим настолько частей сколько вас процессоров на тачке каждый из них за джойнит какой-нибудь кусочек ну допустим как это обычно работает да вот у вас есть чтобы вы пишете б join а неважно да и табличка б у вас там не знаю 200 строк вы берете эту 200 строк по факту а вот а допустим не знаю там 20 миллионов допустим берете 20 миллионов разбиваете на там 200 кусочков если вам повезло и у вас там допустим 200 спу принципиально и в каждой из этих кусочков броудкастить и всю табличку всю эту хэш табличку то есть мы построили эту хэш табличку в один раз и потом ее броудкасти в каждый из этих потоков и там строите эти все ну все разбиваете на 200 не пересекающих кусочков каждый из них джойнится потом каждый из них как бы ждет и отдает и по факту оптимизируете это там не знаю 200 раз у них 200 там конечно же но там во много понятно да лук джойн так не проверится ну не так параллель да и мир мир сорт еще хуже то здесь самая простая стратегия вот теперь соответственно в плане вот здесь вы можете увидеть тот или иной тип джойна более того самый опасный тип джойна это понятно конечно же лук ой 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 лук джойн потому что у него вот эта вот сложности на квадрат и если у вас какая-то из табличек большая то в общем это все может ломать им да то есть вы просто начинаете фигачить вот теперь допустим это не джойны допустим это понятно здесь все да то есть я говорю в базах данных нужно знать минимум вещей хэш таблицы и сортировка и там не знаю немножко про индекс и все и вы просто можете разрывать как бы там спал теперь допустим это не джойн да допустим еще с возьмем напишем здесь операцию какой-нибудь типа групп группировка да как можно написать группировку вот два алгоритма основных ну то есть смотрите группировка вы бежите по одному множеству и считаете сумму да то есть вам нужно в рамках каждого не знаю допустим вы группируетесь по группам в табличке студентов и считаете сумму просто где считаете количество этих студентов в этой группе понятен запрос ну да я могу написать и даже для примера селект каунт звездочка from students грубая там допустим группа иди ну самый примитивный вот вы грубо говоря смотрите вам пришел пришел метод на входе список вам нужно отдать там другой список с двумя полями да ну в этом случае просто с каунтами список этих каунтеров да как это написать класс да создаем хэш через хэш хэш там групп хэш неважно это какой-то точняк какова сложность правильно но нужно будет создать эту хнуту спамять держать эту хэш табличку где будет столько записи сколько и групп ну кажется это норм за два цикла как у нас один счет постоянно и от него идет типа берет текущий и считает такие же повторяющиеся после если его еще нет ну короче наверно можно вы за два цикла написать это конечно же всегда можно написать какой-нибудь еще верхний цикл вот но второй другой ну основной на самом деле второй если вы хэш использовали у вас остается сорт понятно как он работает да но если у вас данные отсортированы уже сейчас выключу все если у вас уже где-то есть данные отсортированные по группам то вы просто бежите по ним как только вы поняли что группа изменилась в один счетчик выбросили группа менялась начинаете в этот же счетчик с нуля накапливать других короче этих студентов да опять группа поменялась выбрасываете или добавляете какой-то результат как бы да если у вас нет данных отсортированных сортируете за n log n да все то есть соответственно вот этот вот это алгоритм работает хорошо когда у вас есть данные сортированные этот лучше когда у вас данные там не сортированы да правильно он вообще идеален да но он как бы не всегда мы можем добиться сортировки по всем полям да или там тяжелее добиться так значит смотрите операция в большей степени покрывается вашими знаниями индексов да то есть фильтры на индексов будет как раз там работать операции joy как раз упираются в ну в операции в эти три группировка тоже в эти два главных что у еще остается у хэвинг это фильтр order by это тоже индексы по факту либо сортировка до грубо говоря либо у тебя физически где-то должно быть эти данные отсортированы до либо ты используешь где-то сохраненную сортировку маги никого нет все теперь дальше давайте пойдем что важно понимать в этой штуке ну бросьте я все правильно сделал так наверное сейчас нужно тоже никакие какие-нибудь разберем сейчас запомнил твой вопрос может быть я быстрее бы уже так написал я думаю боже мой ладно все удалить не буду так делать не получил не прошло смотрите допустим мы пишем select from ты был а джоин ты был бы он не принципиально join ты был с он пишем дальше в с там не знаю айди равен трем здесь самое важное что оптимизатор во первых для нормального оптимизатора неважно в каком порядке мы напишем эти джоины то есть не принципиально ему напишешь ты там join a join b там либо цену то есть вот порядок вот здесь абсолютно не должен иметь никакого значения что для него важно кто может сказать что здесь для него сам важно правильно фильтр для него на самом деле смотрите допустим он бы действовал в лоб он бы взял бы всю табличку а заджойнил ее всей табличкой b и потом бы заджойнился со всей табличкой c и потом бы из всего этого множества с очень широкой таблицы из кучи записей отфильтровал бы только те которые равны трем это прям плохо он бы сделал да то есть так не нужно было делать он должен был сначала взять табличку c потому что скорее всего по ней вернется нам только одна запись потом посмотреть что табличка c джойниться с b заджойнить ее на b и потом на а да то есть порядок джойнов имеет большое значение он должен всегда стремиться оставлять как можно меньше записи ну в итоговом множестве да понятно да ну то есть как бы здесь это не просто как бы как сказать элементарно это сделать когда вы пишете грубо говоря когда вы пишете любой запрос он должен за эти доли секунды пробежаться а то есть у вас здесь может быть там не знаю вот хорошо там другой вопросом типа and a name равно там а допустим да у вас там два фильтра по разным табличкам в этот момент он должен пойти с какой мне с какой мне таблички на часть где меньше записи верну там до сначала грубо говоря если я возьму сначала все записи из а поэтому фильтру получу там не знаю 20 строк потом замножу на b их да и получу там не знаю 20000 почему-то и потом на c замножу и с фильтром верну там допустим три строки либо же у меня есть стратегия когда я начну с одной строки за джойню на b получу три строки и потом получу три строки в конце да то есть вот именно в этот момент оптимизатор должен понять с какой стороны ему быстрее пойти где он там вернет меньше записи да как он это понимает это как раз в разных субодов по-разному должно происходить но это прям принципиально важно да иначе он просто будет получать слишком большое множество и в общем учиться с ним ему нужно будет его в память куда-то положить потом фильтровать ну в общем понятно если он там получит три строки в самом начале и попытается их дотащить до конца чтобы у него в конце получилась одна это прям нормально то есть если смотрите если кто-нибудь когда-нибудь вас спросит вот просто как в принципе можно оценить работает ли запрос хорошо либо нет написано оптимально вот или нет я бы отвечал так что вот если он грубо говоря оперирует данными не больше чем он вытаскивает это оптимально написанный запрос да то есть если он вытаскивает 10 строк в результате да вот здесь вот 10 строк и у него всегда в процессе там где-то 10 строк не больше не намного больше что это прям нормально потому что он здесь мы можем может не знаю там вернуть две строки но вновь на предпоследнем шаге у него может быть миллион или миллиард там да и как бы и он будет медленно работать нужно стараться делать так чтобы у вас на всем если это возможно конечно не всегда абсолютно точно возможно на всем этапе жизни вашего запроса вот этого было маленькое количество строк это как раз обычно видно где видно в плане если как бы как бы план на самом деле это то как база данных планирует выполнять планирует выполнять запрос там какие-то из тиммейты какие-то оценки которые он там придумал себе еще актуальный план в котором написано как же эти оценки в реальности соотносились в жизни да то есть он может думать что поэтому фильтру вернется одна строка а по ней возвращаются миллион и все давай у него вся его стратегия рассыпалась сразу же и как раз нужно работать над тем чтобы объяснить ему что здесь по этой ну по этой строчке выполнил вернется одна строчка то есть поэтому фильтр вернется одна строчка а если это невозможно объяснить ну все тогда вот это про эту идею тоже рассказал давайте теперь немножко про операции со множествами как нас просили пишем select знаете это как в школе было да такая учитель у доски говорит пишем и все-таки оп начали писать правило да но я не в этом смысле хотел так from допустим а xxd from b операции со множеством операции со множеством да xr как вы думаете как можно это какой может быть план там допустим запросы помнишь такой except ну в разных базах он еще называется минус до результат должен быть все айдишники из-за которых нет б да через хэш допустим может это сделать да то есть ему нужно хэш табличку собрать по б да и потом проверить каких нет по изи да какой еще вариант два цикла n квадрат отлично если грубо говоря но это будет такой вот такие два цикла 1 1 запись будет допустим ну допустим ска да и потом еще типа у нас нет допустим нет никаких индексов да и потом для каждой строчки из первой таблички ему нужно будет отсканить вторую скан по скан по бейт такой очень это прям ваще это будет стоять не вечно у вас если у вас там к нормальное количество данных теперь вы такие запустили этот запрос у нас работает и не заканчивается вот такие так что там у нас есть открыли посмотрели ни одного индекса нет вы такие ну хорошо какие индексы создадим чтобы это работало быстро какие индексы изи ну конечно пойди у нас здесь всего одна колонка да какой еще вариант у нас есть да в каких таблицах в но мы типа вас создали поиде и в b создали поиде ну ладно давайте во если ты а я хочешь сначала в ову давай сначала вас а не казалось ты сказал давай только по осознание только по б ну давай только по б как хочешь все ты же так но ты же на самом деле так и сделаешь ну нужно несколько по b что мы делаем мы такие типа отсканили все по а и потом начали делать сик по b ну и сложность как бы на самом деле квадрат тоже как бы да тоже запустили это не заканчивается у вас никак в это кино окей че делать еще можно хорошо такой вариант принимается делаем только по а это будет примерно вот так здесь будет скан по а и здесь будет скан по b а так вернулись первоначального варианта походу короче маловато да нам по бим конечно вот так принципе оптимизирует базах данных ну вот таким ну ладно что это будет это будет а вот на самом деле дальше уже зависит от su bd и вот здесь конечно же идеальный вариант будет через мерч написано у вас есть 22 сортированных списка вы хотите понять в каком из них нет другого вы просто бежите по одному и как бы двигайтесь по обоим бум бум и выбрасываете но допустим вы должны знать что насколько я по крайней мере знаю могу ошибаться там на каких-то последних версиях но в май сиквеле нет мерча нет мир джойна насчет как же она не уверен но вот мерча нет и значит вы всегда там будете примерно я такой на самом деле запрос совсем недавно писал на каком-то май сиквеле там 5 там с половинкой может быть это не последний там есть понятно последние и максимум что я мог из него выжить даже с двумя индексами вот этими это как раз ситуацию с двумя сиками вот этими и все вот никого мерже хэш я от него не добился потому что не было там таких просто операций в самой su bd поэтому вы должны конечно понимать что у вас может быть теоретически стараться вести его куда вам кажется но точно также знать какие у вас под капотом есть возможности у вашей su bd да есть какие у нее там способы соединения когда он какие-то может применить когда какие-то не может применить еще какие-нибудь вопросы у нас есть давайте я попробую закруглиться тогда но не на жрат ну в смысле не на есть побольше мясо в этом смысле подвести итог нашему сегодняшнему разговору я считаю вот могу с любым человеком поспорить что оптимизация баз вот реализационных баз данных это просто там реально нечего знать на вот таком уровне да там всегда есть еще очень большой слой знаний который будет зависеть от реальной имплементации su bd там типа настройка памяти настройка там дисков настройка там разных каких-нибудь каких-то кэшей данных и так далее но с точки зрения теоретических знаний общего su bd там все просто есть грубо говоря пару операций типа сортировки типа шайли просто без ничего на сет лупов которые решают все проблемы и есть индексы которые там помогают вам да то есть ваша основная стратегия должна быть создавать покрывающие микс но вы всегда должны знать что это скорее всего затронет ваши инсерты если вы хотите оптимизировать инсерты ваша задача не создавать индексов вообще никаких да и как-нибудь там это все переворачивать в другую область то есть там все довольно просто то есть покрывающие индексы плюс знания каких-то вашей su bd какие у нее есть алгоритмы как она там что использует ну в общем все то есть у вас вы когда написали к это когда вы написали к это сложный запрос вы даже не можете в голове на самом деле оценить там какие-то там не знаю какие-нибудь там группировками с джойнами сколько вариантов выполнения у вас там сразу получается там комбинаторный взрыв как бы из этих вариантов и он просто скорее всего вы можете даже не представить что какой-то путь вот по этому графу возможному он реально самый быстрый оптимизатор как раз должен это за вас делать но иногда вы смотрите и видите что он делает что-то не так и в этот момент большая часть людей говорит как бы баз данных говно как бы и там не знаю либо конкретная реализация херня вот но на самом деле это действительно иногда бывает так но всегда нужно пытаться понять какой у него был выбор какие были алгоритмы как ему можно помочь с точки зрения индексов либо там с точки зрения как 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 можно переписать запрос да то есть вы можете либо переписать запрос как я говорил либо подпатчить схему больше ничего дальше он должен сам справляться все я думаю есть вопрос еще кинуть тогда все на сегодня